Добрый вечер, в эфире Вести Карачаево-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня 100 лет со дня образования Карачаево-Черкесской автономной области. Главу Карачаево-Черкесии Рашида Тимврезова и жители многонациональной республики поздравляют первые лица государства и коллеги. Успехов на благо республики и всей России пожелал президент Российской Федерации Владимир Путин. Вы по праву можете гордиться родным краем, древней самобытной культурой живущих здесь народов, именами и достижениями многих поколений предков, писавших яркие страницы в историю Отечества. Сегодня регион обладает серьезным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения крупных инвестиций в экономику, науку, социальную и туристическую сферы. И, конечно, важно уделять неустанное внимание реализации инфраструктурных проектов, созданию новых современных рабочих мест, повышению качества жизни людей. Желаю вам успехов на благо республики и всей России, говорится в поздравительной телеграмме главы государства. Также главу и жителей республики с вековым юбилеем поздравили председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, полпредпрезидента России ВСКФО Юрий Чайко, члены правительства и обеих палат России, главы регионов и другие. Сегодня в Черкесске глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов вместе с представителями правительства региона возложил цветы к вечному огню на аллее героев и к памятнику к советскому солдату. Также Рашид Тимрезов почтил память героя Великой Победы минутой молчания. В этот день мы вспоминаем тех, кто отстоял независимость не только нашей страны, но и Карачаево-Черкесии от фашистских захватчиков. Сегодня благодаря этим людям у нас царит мир и наш регион продолжает развиваться, отметил глава республики. Одно из ключевых мероприятий прошло сегодня в стенах Дома культуры Черкеска. Торжественная церемония вручения государственных наград жителям республики, внесшим значительный вклад в историю региона, праздничный концерт, приуроченный к этому событию и не только подробности у Альбины Ламковой. «Именно этот январский день принято считать отправной точкой образования Карачаево-Черкесской республики. А вот какими были эти сто лет в истории становления одного из самого многонационального субъекта Российской Федерации, можно узнать из представленной выставки-инсталляции «Этапы большого пути». Для всех гостей праздника выставили значимые исторические фотографии, документы, ордена и награды, которые получала наша республика. Её организаторы проделали кропотливую масштабную работу. Фундаментом выставки послужил альбом «Вековой путь Карачаева-Черкесии». Трудились над его созданием специалисты республиканского музея. Уникальный труд, в котором собраны все этапы жизни нашей республики за сто лет. Самые важные моменты мы представили здесь, на этой выставке. И что важно, в разных форматах эта выставка позже объедет всю республику, каждый районный центр. В Доме культуры Черкеска состоялась церемония вручения государственных наград, почётных грамот и благодарственных писем в честь празднования столетия республики. Глава Карачаева-Черкесии поблагодарил каждого, кто внёс вклад в становление и развитие любимой Карачаева-Черкесии. Это очень знаково находиться здесь, в этих стенах, в этом зале, во время празднования столетия республики. Высоких государственных наград у достойны 28 человек, добившихся хороших результатов своей профессиональной деятельности. Рашид Тимрезов подчеркнул, что история Карачаева-Черкесии неразделима с судьбой России. Он отметил, что за последние годы в регионе проводится масштабная работа для социально-экономического развития республики. Результаты нашего труда, а также тех, кого нет в этом зале, кто сейчас находится на своих рабочих местах, в больницах, в школах, на предприятиях, свидетельствуют о том, что наша земля богата людьми-тружниками. Ваши профессиональные достижения достойны самых искренних слов уважения и благодарности. Каждый из вас на своем рабочем месте трудится добросовестно, честно и ответственно. Всех вас объединяет не только профессионализм, но и искренняя любовь к родине, к месту, где мы живем, где растут наши дети. Больших результатов в своей работе достигла Алла Коржова. Она опытный преподаватель с 20-летним стажем в детской музыкальной школе поселка Кавказского. Обучает детей сольному пению. Есть хоровой класс. И ученики занимают призовые места как на республиканском уровне, так и за пределами региона. Очень люблю деток, очень люблю петь. Я думаю, за меня порадуются и мои ученики, и коллеги. Это не только моя награда, не только мои достижения. Благодаря своим ученикам, своим коллегам, их поддержке сегодня я здесь. Двойной юбилей отметил в этот день депутат Народного собрания Василий Поляков. А самым лучшим подарком для него стало присвоение звания заслуженного работника Государственной службы республики. Спасибо всем тем, кто представил, выдвинул меня и моих коллег на эти высокие награды. Думаю, что выражу общее мнение о том, что все сегодня награды, полученные нами, являются авансом за будущую работу, за будущий вклад на благо нашей Карачаево-Черкесии, нашей великой родины России. Торжественное мероприятие состоялось и в концертном зале Дома культуры. Гостям представили фильм о Карачаево-Черкесии, из которого можно было узнать о вековой истории, уникальной культуре народов, проживающих в одном из самых красивых регионов России, обычаях и традициях. Затем к гостям праздника обратился руководитель республики. В своей речи Рашид Тимрезов уделил внимание историческому аспекту вопроса развития республики, рассказал об ее успехах в экономике, социальной политике и призывал к сотрудничеству на благо нашего региона и России в целом. Год столетия Карачаево-Черкесской республики станет символом дальнейшего прогресса и процветания нашей любимой республики, послужит отправной точкой к будущим достижениям и удачам, а дружба народов обогатится новыми страницами свершения военно-созидания и благополучия Карачаево-Черкесской республики и нашей великой Родины. С праздником, дорогие друзья! С юбилеем, родная Карачаева-Черкесия! Ты живи, как родная, знает вылеченец, знает Карачаева-Черкесия во время. Собравшихся гостей ждал праздничный концерт. Ведущие ансамбли республики и вокалисты, представляющие культуру и народное творчество разных национальностей, сменяли друг друга на сцене. Незабываемое впечатление оставило исполнение гимна. Он прозвучал в заключении праздника. Зрители не остались в долгу. Слушали исполнение стоя. Альбина Ламкова, Ислам Урумов, Вести Карачаева-Черкесия. Сегодня в торжественной обстановке глава Карачаева-Черкесии вручил 13 новоселам микрорайона Северный ключи от новых квартир. Люди получили квартиры в рамках республиканской программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Подробности у Альбины Куроченовой-Кенжевой. В совсем юном районе Черкеска, в микрорайоне Северный, сегодня в столетии республики появились первые жильцы. Глава Карачаева-Черкесии поздравил и торжественно вручил ключи семьям, которые с нетерпением ждали этого часа. На самом деле еще очень много предстоит сделать здесь. И поверьте, что в ближайшее время этот микрорайон станет одним из самых современных и самых, понятно, молодых в нашей республике, в нашем городе. И уверен, что здесь будут созданы все условия для комфортной и качественной жизни. Я хочу вас всех искренне поздравить с таким мероприятием. Хочу пожелать каждому дому, каждому новоселу, хочу пожелать крепкого здоровья, чтобы здесь как можно больше рождалось детишек. Ребята читали стихи и пели песни, после чего все отправились смотреть свои новые квартиры. Все квартиры сданы под ключ. Установлены ванны, раковины. В каждой просторной кухне имеется электрическая печь. Тут открывается прекрасный вид из светлой застекленной лоджии на Кавказский хребет и вся панорама города, как на ладони. Татьяна Дуева ждала около 15 лет этого момента. Свою прежнюю квартирку в 13 квадратов и вспоминать не хочет. А в новой, как обустроит по своему вкусу, будет встречать с радостью близких и друзей. Все это было торжественно. Хочу поблагодарить администрацию, Рашида Борисбеевича, что откликнулись на наше ветхое жилье, что нам такое предоставили, что во сне нам не снилось. Так что хочу поблагодарить всем здоровья. Люди получили одну, двух и трехкомнатные квартиры в рамках республиканской программы по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. В микрорайоне построены школы, детский сад, медучреждения. Глава республики говорит, предстоит еще очень многое сделать для комфортного проживания людей. А до конца этого года планируется заселить еще больше жильцов. Альбина Курочинова, Кенджио, Расул Бердиев, Вести, Карачаева, Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Черкесске ночью небольшой мокрый снег, днем осадки, ночью и утром туман. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью и днем 2-4 градусов мороза. Девчонки, шубы из норки в рассрочку без первого взноса и переплат от снежки приехали в Черкесск. Только с 11 по 16 января. Центр развития предпринимательства. Желаем всем войти в Новый год в новой шубе. И по секрету, меховой жилет в подарок. Продолжаем выпуск. Сегодня исполняется 300 лет российской прокуратуре. Работников прокуратуры Карачаева-Черкесии с профессиональным праздником поздравляет глава республики Рашид Тимрезов. Высокая компетентность и верность призванию сотрудников прокуратуры Карачаева-Черкесии гарант стабильности нашего общества и просветания региона. В сфере вашей компетенции важнейшие направления надзор за соблюдением Конституции России, борьба с преступностью и коррупцией, защита прав и законных интересов граждан, обеспечение единства правового пространства страны и многое другое. Убежден, что профессионализм, глубокие знания, ответственное отношение к делу и впредь будут помогать сотрудникам прокуратуры в решении ключевых задач на высоком уровне. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 53 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 32 934 человека, из них 29 233 выздоровели, 390 человек госпитализированы. В Карачаевске прошло награждение победителей конкурса, посвященный депортации карачаевского народа. Творческое состязание было организовано отделением региональной общественной организации «Карачаев-Ланхалк» – управлением образования Карачаевска и Карачаевского района. Почетными грамотами и подарками были отмечены учителя родных языков и школьники. Данный конкурс позволил школьникам и учителям родного языка продемонстрировать не только знания литературы, но и представить свои творческие работы по изобразительному искусству. Организаторы отмечают, что именно благодаря таким конкурсам молодое поколение будет помнить трагические страницы из истории своего народа. И наша задача – воспитать в детях любовь к родному языку, и чтобы никто и никогда не испытал боль депортации. Когда высылали, гружали товарняки, вагоны, такие бесстрашие, отвагу показывали, наши карачаевцы на фронтах Великой Отечественной войны. Так что вот об этом мы должны все время говорить. Эта тема никогда не устареет. Как бы мы много будем говорить, мы должны много говорить об этом и сказать правду, ведь образованный человек должен знать историю своего народа. В свою очередь методист управления образования администрации Карачаевского района Мадина Гирюгова подчеркнула, что эти конкурсы приобщают школьников и родителей к развитию родного языка и культуры народа. Так как трагедия депортации коснулась каждой семьи, и поэтому мы должны передать нашим детям память о тех ужасных событиях, отметила она. Каждый раз, когда вот эти идут, значит, дни депортации, каждый раз мы сталкиваемся с горечью, с болью. Поэтому, насколько мы будем передавать нашим детям, вот той и останется в следующем поколении. Поэтому очень отрадно, что у нас в районе уделяется очень большое внимание именно этому направлению, изучению родного языка и проведению мероприятий, посвященных депортации карачаевского народа. После состоялось награждение почетными грамотами и подарками. Ученик седьмого класса среднеобщеобразовательной школы Аула Кумыш Карим Батчаев стал одним из победителей конкурса. В своей творческой работе он сумел передать трагические эпизоды депортации карачаевского народа. Было дано конкурсное задание на тему депортации карачаевского народа. Мы с моей учительницей Марией Дахировной выбрали стих переселения. Затем была выполнена работа по изобразительному искусству. День печали. Всю печаль нашего народа я перенес по рассказам моей бабушки Урусовой Зои. Также благодарственным письмами были отмечены учителя родных языков за вклад в воспитание и обучение родному слову. Алина Ханлипшоков, Ахмат Чочаев, Максим Долгов. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевск. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Скалифосовский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова